Приветствую вас, вот, прочитал ваш вопрос, и, значит, хотел бы дать вам на него ответ. Итак, вы пишите, что замужем уже 5 лет, у меня двое детей и замечательный муж. Ну вот, с учетом тех обстоятельств, которые вы описали, с учетом тех моментов, которые вы донесли, хочется задать вам вопрос. А вот сама замечательность мужа, она в чем проявляется именно для вас? Ну вот, судя по тому, что вы описываете с ним, страсти у вас не было. А любви к ним у вас, ну, тоже, как я понял, не было. Направьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Вы со своим мужем испытывали что? Вы со своим мужем испытывали какие эмоции? Какие чувства? Вы своего мужа воспринимали как? Или, может быть, вы своего мужа видели как? И так далее. Вот это вот, на самом деле, очень такой вот, на мой взгляд, важный вопрос к вам. Потому что вы говорите, что ваш муж, он прекрасный, он замечательный, но при этом страсть у вас возникла к другому человеку. И возникает логичный вопрос. А что это за замечательный муж такой? Значит, если у вас к нему нет сильных чувств, а к другому мужчине чувства появляются только-только так. Вот как-то это вот немножечко все-таки странно. Поэтому данный аспект обязательно старайтесь для себя определить. Далее, вы пишите, что вы отдыхали с коллегами, и мужчина пригласил вас на танец. И все, у вас как будто взорвало крышу, да? Как вы говорите. Хотите вы быть теперь только с ним? Только вот с этим человеком. И, вы знаете, здесь, конечно, довольно интересный есть нюанс, связанный с тем, что вы, видимо, испытываете некую потребность в том, чтобы вот испытывать подобные эмоции. То есть, вы были готовы к тому, чтобы испытывать подобные чувства. И ответ на этот вопрос, на мой взгляд, довольно простой. Ну вот, по моему мнению, ответ лежит, скажем так, на поверхности. А именно, вы не чувствовали, вы не чувствуете себя, вы не чувствовали себя с мужем, со своим уже давно женщиной. И, хотя он замечательный, хотя у вас с ним все в порядке, хотя живете вы с ним, ну, если я правильно вас понял, что живете с ним с ним не ссорят, да? Все равно женщиной себя вы не чувствуете. А это значит, что ваши отношения какое-то, и уже, скорее всего, довольно продолжительное время, имеют рутинный характер. Ну, то есть, вот отношения такие рутинные, да? То есть, вроде бы как у вас все хорошо, но в то же время, вот, души какой-то нет. В отношениях с мужем. И в браке вы, ну, ради детей, потому что нужно, потому что, ну, вроде как, семья же, да, и так далее. То есть, вот такие у вас, скорее всего, мысли, а вот чувства, чувств уже нет. И, скорее всего, скорее всего, чувств у вас к мужу, таких вот сильных, нету уже, ну, какое-то время. То есть, что сделал этот мужчина? Мужчина просто раскрыл вас, как женщину. Вот и все. Он просто раскрыл вас, как женщину. Вы почувствуете себя женщиной с ним, и отсюда ваша страсть. Причем, нужно понимать, что это именно страсть. Это не любовь, скорее всего. Это именно страсть у вас к ним. Ну, и эта страсть закончится тогда, когда, во-первых, пройдет некоторое время, вы немножко успокоите, адаптируйтесь к своему состоянию, к состоянию тому, что вы себя почувствовали женщиной, хотя вы вот уже, как я понял, отвыкли немножечко себя почувствовать женщиной. И тогда вы поймете, что этот мужчина, который вас сейчас так сильно будоражит, он женат. И, скорее всего, к вам он ничего не испытывает такого активного, такого прямо уж сильного. Ведь он с вами, по сути, просто потенциал. И все. Он не обещал вам ничего. Он не признавался вам в своих чувствах. И так далее. Он просто с вами потанцевал. Вполне вероятно, что для него этот танец, ну, вообще ничего не значит. То есть просто потанцевал и все. Но это действительно так, как на самом деле. Танец, он действительно ничего не значит. Но для вас, для вас, этот танец оказался очень, очень значим, верно? Верно. Почему так? Потому что вы, еще раз повторю, уже давно не получается то, что вам нужно. Вы, еще раз повторю, уже давно не чувствуете себя в той и так, как чувствовали себя раньше. Вот отсюда и возникла такая ситуация. Отвечая вам на вопрос о том, что означает его подмигивание, вот что он вам подмигнул, я хочу сказать так, что его подмигивание, значит, просто, то, что у вас было что-то общее с ним, и, ну, просто вы теперь, как бы, не совсем, да, чужие люди. то есть вы познакомились, если у вас есть какое-то совместное действие, и это совместное действие, собственно, его мужчину, я имею ввиду, собственно говоря, устраивает, ему нравится. Нравится, что у вас это совместное действие было, оно у вас есть, и так далее. Вот, но не стоит, не стоит, не стоит обольщаться на этот счет. Вот. Далее, значит, вы говорите, что вам стыдно перед мужем, ведь вы не можете на него теперь смотреть. Давайте так, отчего стыдно вам? Ну вот, по факту, чего стыдно? Стыдно, что вы почувствовали себя женщиной, но этого стыдиться не надо, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего постыдного, в этом нет ничего ужасного. наоборот. Вы поймите, наоборот, ваш муж, ваш муж от счастья, от счастья, сам несет ответственность за то, что с вами такая ситуация произошла. почему? А, понимаете, в чем дело? Это ведь он не давал вам тех эмоций, которые вам нужны. Это ведь с ним вы перестали чувствовать себя женщиной. И не столь важно, что он делал. разница он перестал делать те вещи, которые нужны вам для того, чтобы почувствовать себя женщиной. И вот об этом я и хотел бы, чтобы вы подумали, что стыдиться вам без нервы, что наоборот данная ситуация означает, что у вас с вашим мужем есть определенные проблемы. И эти проблемы нуждаются в том, чтобы их как-то разрешить, чтобы их как-то проработать. вы спрашиваете как себя вести. Я так понимаю, вести себя с тем человеком, с которым вы танцевали, который у вас теперь вызывают столь бурные чувства. Вести себя с этим человеком не нужно как-то ну как-то знаете вызываешь не нужно. Потому что он, скорее всего, ни на что не расширывает. Если вы будете вести себя так, ну вы имеете все основания себя подставить, вы имеете все основания выставить себя в негативном свете и в итоге хорошего не будет ничего. Вот. То есть первый шаг к нему делать вам не стоит. То, что вы делаете сейчас, как вы говорите, там занялись спортом, выписались в Азарий, сели на диету и так далее. Все это здорово и в этом вы в принципе молодец. Вы молодец, что это сделали. Но понять вам нужно, что сделали вы это не ради мужчины как такового. Вы сделали это ради себя. Потому что вам это вам это уже хотелось. Вам это нужно, раз вы это сделали. Вы почувствовали себя женщиной и тут вспомнили, какая вы женщина на самом деле. А с мужем вы все это забыли. Вот именно из-за того, что вы забыли, вы иначе сейчас все это активно вспоминаете. вот поэтому поэтому вот не нужно здесь неправильных акцентов на тех аспектах, которые относятся к делу. Мужчина вас пробудил, мужчина заставил вас вспомнить кто вы и это здорово. Но вы все-таки живете для себя и делаете вы то, что нужно для себя. Поэтому то, что произошло ни в коем случае не постыдное что-то, то, что произошло ни в коем случае не аномальное что-то, неправильное что-то и так далее. Вот. Вы говорите очень хочу чтобы он перешел ко мне и сказал как он то скучно сравнял меня так же и так далее. Он не скажет потому что он женат. Вот вы как-то забываете этот момент что он женат. Вы подумайте немножечко о другом. Вы подумайте о том что значит то, что произошло. Вы подумайте о том что значит то, что с вами происходит. Что это означает? Какие это аспекты вашего состояния? Ваших отношений с мужем скрывает. На это стоит обратить внимание. А что касается другого мужчины то сегодня один завтра кто-то еще послезавтра еще кто-то и так надо. Страх вспыхнув так быстро может и уйти так же быстро. Поэтому я не думаю что здесь вам имеет смысл рассчитывать именно на этого человека. Но вот те проблемы которые вскрыла данная ситуация они очень серьезны. И либо вы будете стимулировать своего мужа на то чтобы он был с вами другим. На то чтобы он менял свое поведение для вас либо вы будете от него отдаляться. И отдаляешь от него просто потому что ну вот поняли вы что вам не по пути. Поняли вы что вам ну просто ну простая любовь такое бывает и все и это нормально. Но будьте честны с тобой и берите ответственность за себя правильно не не через стыд который по сути дела означает что вы не берете ответственность а наоборот бежите бежите от нее вы именно это делаете вы бежите от ответственности а вы берите на себя ответственность и говорите что например знаешь дорогой я предпочитал чувствовать себя с тобой женщиной знаешь дорогой давай мы с тобой там обратнем немного вместе наедине друг другом и так далее вот это является то и тем что вам реально нужно сделать сделайте это и все у вас будет налаживаться по крайней мере по крайней мере вы хотя бы с мучем начнете обсуждать проблему и если он вас услышит если вы донесете до него правильно то что с вами происходит вполне может быть что он заставит вас вспомнить за кого вы когда-то выходили замуж просто вспомнить и тогда уже решить хотите ли вы быть своим мужем или хотите вы быть с кем-то другим нужно быть честным с собой и не бежать от того что подсказывает вам ваша интуиция ваши эмоции ваши ощущения и вот для так сказать сравнительной характеристики предлагаю вам вспомнить какие был ваш муж когда вы выходили за него замуж какие у вас были к нему чувства куда это все потом пропало ушло и что вы черпаете к этому мужчине есть ли что-то схожее есть ли что-то различное те же потребности у вас другие потребности у вас подумайте об этом это очень увлекательно и так вот вы сможете понять чего же вы хотите не проектируете ли вы образ вот этого мужчины который вас очаровал с образа вашего мужа который просто напросто потускнел за то время что вы были врага будьте честны с собой и у вас все получится на этом у меня думаю все надеюсь что помог вам если какие-то дополнительные вопросы остались пишите в личку я вам помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи удачи